Доброе утро! Настало время солнцу вставать и нам засиять. Здравствуйте, наши дорогие и горячие любимые. Вот практически как солнышко у нас сегодня в желтом обличии, то ли как вылупившийся цыпленок, то ли как солнышко молдавского телеэфира. Да, Таиса Замовская. И Дмитрий Спиваков. Ну что, желток, белок, все по правилам. Жизнь, вот она зарождается. Ты понимаешь, во что мы объединились с тобой, да? Ради того, чтобы жизнь. Не будем проводить параллели. Ладно, а наше сегодняшнее утро мы начинаем с нашей любимой, нашей обожаемой рубрики «Никогда в Молдове». Но так, чтобы она была более завуалирована, мы решили ее перевести на английский язык и назвать «Never in Moldova». Сенат Румынии принял законопроект, согласно которому Министерство образования сможет предоставить каждому учащемуся или учителю по запросу ноутбук или планшет, подключенный к интернету. Так, подожди, подожди. То есть, если я учусь где-нибудь, допустим, школа, колледж, университет... В Румынии. Да. И при этом ты на дистанционном обучении, то тогда ты можешь написать, и они тебе все это предоставят. Все, а так можно было? Можно было. А если ты студент из Молдовы, который учится в Румынии, то же самое можно? Можно, да. Как интересно. Ладно, давайте теперь цитата. Министерство образования и науки предоставит учащимся и преподавателям возможность подключиться к виртуальной школьной библиотеке, платформе для электронного обучения и другим утвержденным образовательным платформам. И по запросу каждого учителя или ученика будет предоставлен ноутбук или планшетное устройство, подключенное к интернету, чтобы иметь возможность участвовать в мероприятиях по электронному обучению. Вот что предусматривает нормативный акт с поправками, внесенный в Сенатом. У меня, честно говоря, только один вопрос, и кое-что омрачает эту вот вроде бы добрую новость. Давай. Неужели и в следующем учебном году они предполагают, что будет дистанционное обучение? Нет, но вот если в этом году, допустим, надо, непонятно, что там у нас осенью будет, понимаешь, то, соответственно, как бы следующий уже год начнется через два месяца. Так в том-то и дело, и неужели до осени не справимся мы с этой заразой? Не знаю. Неужели еще и следующий учебный год бедные родители, бедные дети, я искренне вам сочувствую. Бедные все, так сказать. Вот с этой позитивной новости мы решили начать наше утро. На самом деле есть кое-что, единственное, что неизменно действует добрым образом. И что скрашивает вот подобные новости, да? По крайней мере, наша зависть в эту сторону. Видишь, я же тебя перебил в этот момент, когда ты произносил название. Кофе Нес Кафе Гол, так что все слышали. Во все слышали. А пока уши навострите, потому что дали информацию о дате сегодняшней. Интересная. 30 июня 1948 года миру впервые был представлен точечный транзистор. Дима, объясни мне, что это такое. Это такая маленькая деталька на плате. На электронной плате. За что она отвечает? Не важно. Для тебя это все равно лишняя информация. Над его созданием целый год трудились американские физики. Газета «Нью-Йорк Таймс» на следующий день в колонке новости опубликовала по этому поводу. Цитата. «Вчера впервые продемонстрирован был изобретенный прибор под названием транзистор, который в некоторых случаях можно использовать в области электротехники вместо электронных ламп». Как интересно. Теперь рассказываю тебе на практике. То есть вместо вот таких вот телевизоров, благодаря транзистору, мы теперь имеем вот узенькие такие LED-панели. Ага, хорошо. Помимо этого, если раньше, ты помнишь, вот в доме стоял радиоприемник, такой на четырех ножках, как отдельная тумба. Да, у дедушки был такой. Да, теперь радиоприемник может быть вот таким. Ого, поняла. А может быть и того меньше. Может быть вообще вот такосеньким. До чего дошел прогресс. Правильно. А вот что еще интересного произошло какого? 30 июня. Расскажем далее. Тауэр-бридж. С его башеной открывается прекрасный вид на город. Международный день астероида ежегодно отмечается 30 июня. Дата праздника выбрана не случайно, потому что именно в конце июня на Землю упал знаменитый Тунгусский метеорит в 1908 году, где-то в сибирской глубинке. Исследователи и ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно причин этого события. Международный день астероидов призван привлечь внимание мира к возможности падения астероида на нашу планету. Астероид меньшее, нежели планета небесное тело в Солнечной системе, движущейся вокруг нашего светила и не имеющие атмосферы. 30 июня день рождения Майка Тайсона, американского боксера-тяжеловеса. Он завоевал титул чемпиона в своем весе по версии Всемирного завета бокса в 1986 году, когда победил Тревора Бербика и стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Тогда ему было 20 лет и 144 дня. А спустя несколько месяцев он победил Джеймса Смита по кличке Костолом в борьбе за звание чемпиона по версии Всемирной ассоциации бокса. И, наконец, в 1987 году, победив Тони Такера, он получил титул чемпиона по версии Международной федерации бокса. Ну, конечно, понятно, сейчас на улице жарко и очень хочется свои косточки остудить в какой-нибудь прохладной водичке. В лужице разве что, потому что не рекомендовано купание в водоемах как в столице, так и в целом Молдовы. Да. Значит, купание в озерах с пляжем, в том числе в зонах отдыха Кишинева, не рекомендуется из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Во время пандемии COVID-19 доступ в зоны отдыха, включая купание, запрещен. Как сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья, проведенные специалистами в июне лабораторные исследования показывают, что в озерах столицы и страны присутствуют бактерии кишечной палочки и Е-коли. Они отнесены к 4-5 классу загрязнения, которое представляет повышенный риск для общественного здоровья. В зоне отдыха Ватра был обнаружен холерный эмбрион НОН-01, который может представлять непосредственную опасность из-за острых диарейных заболеваний. Специалисты агентства отмечают, что песок на пляжах в зонах отдыха Ватре и Воду и Вода не соответствует нормам. Во взятых и для лабораторного исследования анализах обнаружены паразиты, которые могут вызвать токсокороз. Это паразитарное заболевание у детей и у взрослых. На самом деле, такие новости каждый год я все равно плаваю. Но не в городе. Желательно в проточной воде. Кроме того, бытовые отходы, которые оставляются населением после отдыха, отрицательно сказываются на качестве песка, почвы и воды в озерах. Это уже сколько раз говорили, убирайте мусор за собой. Ну серьезно. В течение летнего сезона гражданам рекомендуется следовать рекомендациям органов общественного здравоохранения, в том числе предотвращать распространение инфекции COVID-19. Лето, медовая пора. Рынки столицы, да и не только, наводняют золотистые баночки разных вкусов и оттенков. Да. Если вы намерены основательно прикупить целебного лакомства, тогда вам необходимо ознакомиться с правилами выбора меда. В последнее время, к сожалению, настоящей продукции на прилавках не так уж много. Так что ознакомьтесь. Для недобросовестного производителя самое главное – увеличить массу продукта любыми доступными способами. Чаще всего в мед добавляют сахарный сироп. Таким методом можно увеличить массу и сделать сладким недозрелый мед. Кроме того, добавлять могут крахмал, свекловичную или крахмальную патоку, инвертированный сахар, сахарозу. Насколько хватит фантазии. Перед тем, как закупаться медом на весь год, озадачьтесь тем, какие бывают сорта и каким цветом они отличаются. Это тоже может сыграть вам на руку в поисках натурального меда. Например, горячишный мед должен быть коричневым, цветочный – золотисто-желтым, липовый – янтарным, а горчичный – кремово-желтым. Неестественно, белый цвет меда – повод задуматься, потому что некоторые производители не вывозят пчел для сбора нектара, а просто кормят несчастных созданий с сахаром. Получившийся мед, конечно, не обладает никакими ценными свойствами. Отличить натуральный продукт от подделки можно в домашних условиях. Для того, чтобы обнаружить в меде примеси, понадобится провести простейший опыт. Разбавьте немного меда с водой и добавьте туда каплю йода. Если жидкость приобрела синий цвет, то в ней есть крахмал или мука. Чтобы определить, есть ли в меде посторонние жидкости, вооружитесь химическим карандашом и бумагой. Размажьте по бумаге небольшое количество меда и попробуйте что-нибудь начертить через слой меда карандашом. Если через несколько секунд вы увидите надпись или разводы сине-фиолетового цвета, значит в лакомство добавили воду или сироп. Разбавление меда можно выявить, нанеся каплю на бумажный или газетный лист. Растекшийся натуральный пчелопродукт после вытирания не оставит следов, в то время как поддельный, разведенный водой оставит после себя влажное пятно или просочится сквозь бумажный слой. Натуральный мед ни в коем случае не водянистый, он должен быть тягучим. Прогрейте мед примерно до 20 градусов, помешивая ложкой. Затем выньте ложку и начните ее вращать. Если он нормальной консистенции, то должен наворачиваться на ложку, а не стекать. Затем посмотрите, как мед будет стекать обратно в емкость. Он должен медленно ложиться горкой, образуя на поверхности пузырьки. Существует поверье о наличии у меда генетической памяти сот. Проверить качество продукта таким способом можно при помощи керамической тарелки. Нужно налить небольшое количество меда в плоскую посуду или блюдце. После этого сверху создать водяной слой. При совершении кругообразных движений водой должны получиться напоминающие соты углубления. Наблюдение таких структур указывает на подлинность происхождения продукта. В городе Арборд, это в Шотландии, на торги выставили готический особняк. И все бы ничего, выставили и выставили, так его готовы продать всего за один евро. Как за один? Хорошее предложение, если вы хотите переехать в Европу. Здание было построено во второй половине 19 века для семьи владельца местной фабрики. Во времена Второй мировой войны в доме располагался отель, а после детский дом. Особняк находится в плачевном состоянии, и его новому владельцу придется потратить немало денег на восстановление дома. Именно поэтому в объявлении сказано, что всем желающим приобрести дом лучше сначала получить рекомендацию от специалистов. Среди плюсов указано хорошее транспортное сообщение. Регулярные автобусы и поезда из арборта в другие города округа. Также продавцы отмечают, что у собственности есть разрешение на перепланировку. Слушай, Дим, а что ты вообще думаешь о целесообразности покупки вот таких вот особняков? В Италии, помните, тоже была такая акция, когда покупаешь за евро или за пять дом, а потом кучу денег вбухиваешь в то, чтобы его починить. Во-первых, давай не будем сравнивать Шотландию и Италию. Ну почему же? Что хорошего есть в Шотландии? Давай быстро вспоминаем. Я тебе скажу. Это овцы и виски. И все. Что хорошего есть в Италии? Все то же самое только. Лимончелло. Ой, ты все. Прекрасное вино. Лимончелло. Это если только по алкогольным напиткам. Конечно. Во-вторых, пасты, морепродукты, горы, море, все есть. Вообще, средиземноморская диета считается самой лучшей. Море теплое есть? Есть. Красивые горы есть? Есть. А итальянцы вообще? Есть. Какие-то дружелюбные. По-моему, во всяком случае, мои души. Италия гораздо ближе, чем та же Шотландия. Да. Ну и опять же не забываю. Мужчины в плечетых юбках. Что? Это прекрасно. Викинги. Серьезные ребята. Может быть, не совсем викинги, но я не специалист в этом. Тут опять же стоит отметить, что да, обычно, когда проводят подобные аукционы, они требуют сразу же начинать ремонтные работы и приводить здание в порядок. Поэтому, когда говорят, здание за 1 евро, мы понимаем, что вбухать в него надо еще 1150-200, для того, чтобы оно было в более не менее нормальном состоянии. И то же самое, кстати, было тогда в Италии, когда там выставляли дома по одному, по 5 евро и так далее. Ну, с другой стороны, ведь хорошо же купить себе дом за 1 евро и 150 тысяч вбухать в его ремонт. А чем купить дом за 150 и вбухать еще 150? Да, именно поэтому. Хорошая идея. А, собственно, с точки зрения стиля, даже вот тоже посмотри на подобные замки. Они какие-то слишком тяжелые. Угрюмые. Угрюмые. Так что все, выбираем себе что-нибудь все-таки в Италии. На побережье Италии. Да. Это было бы неплохо. Каждый из нас мечтает по этой жизни топать по уверенным таким направленным вверх ступенечкам. Каждая ступенька шаг за шагом только вперед. Но в этом году, как-то уж так получилось, у многих эти ступенечки превратились в вертикаль вниз. Да. Ну, или, знаешь, просто остались посидеть на смотровой площадке, понаблюдать за тем, как лестница куда-то ведет, но уже без людей. В общем, для того, чтобы ваша вертикаль всегда шла по направлению вверх, время от времени необходимо остановиться и переосмыслить происходящее. Видимо, для этого нам, кстати, и дана подобная пауза. Но мы сейчас также дадим вам возможность несколько переосмыслить сегодняшнее утро. Может быть, на секундочку остановиться, посмотреть в окошко и понять, как прекрасно на улице, да-да и даже в Кишиневе. А еще лучше прямо сейчас не отводить взгляд от телевизора, потому что грядет реклама на нашем канале. Генеральный спонсор передачи Нес Кафе Новый Нес Кафе Голд Создан с арабикой Помолотой в 10 раз тоньше Чтобы раскрыть всю глубину вкуса и аромата кофе Новый Нес Кафе Голд Для самых ценных моментов Данный материал содержит элементы рекламы Генеральный спонсор передачи Нес Кафе Итак, новость, которая сегодня удивила меня, пожалуй, больше всего. Все мы знаем, что такое влажные салфетки. Да? Вроде какая-то мокрая бумажка. Бумажка, пропитанная чем-то каким-то средством антибактериальным. Вот. Так вот, оказывается, значительная часть микропластика, попадающего через точные воды в мировой океан, является продуктом распада гигиенических салфеток и других средств личной гигиены. К такому выводу пришли ученые из Ирландии. Ученые также выяснили, что почти половина салфеток, продающихся в аптеках и супермаркетах с маркировкой биоразлагаемые, таковыми не являются. При попадании их в сочные воды ткани распадаются и служат источником микропластикового загрязнения. Это тот самый случай, когда он вам не Димон. И видите, это салфетки, да, оказывается, не бумажки. В общем, очистительные сооружения, как заявляется, не способны задерживать эти микрочастицы, которые затем оказываются в наших морях. Это прокомментировал руководитель исследовательской группы Лиам Моррисон. Салфетки, в состав которых входит пластик, должны проходить специальную утилизацию. В условиях эпидемии коронавирусной инфекции использование средств личной гигиены, прежде всего, влажных дезинфицирующих салфеток, значительно возросло. Однако, как мы убедились, сертификация этих изделий мало соответствует экологическим требованиям. Продолжим Моррисон. Да, он также отметил, что зачастую многие потребители ведут себя безответственно, спуская в канализацию использованные салфетки. Те самые, которые мы, как уже говорили, считали бумажные. По данным ООН, в мире ежедневно производится около 300 миллионов тонн пластикового мусора. 8 миллионов тонн из этого объема попадает в мировой океан, измельчается и превращается в микропластик. В ходе многочисленных исследований последних лет полусинтетические целлюлозные волокна, используемые в технической промышленности, обнаруживались даже в мышечной ткани. Помимо этого, в желудках подавляющего большинства рыб и морских животных. Частицы размером 150 микрометров и более, попадая затем в организм человека, не растворяются, а наночастицы всасываются в кровь. Влияние их на здоровье человека пока мало изучено, однако у ученых существует опасение, что пластик может служить переносчиком опасных токсинов, которые накапливаются в организме. В Национальной библиотеке открылась выставка картин под романтическим названием «Дождь из лепестков». Авторы работ Виталий и Антонина Грещук. В экспозицию вошли около 30 работ, выполненных в разные техники. Там и холст, и масло, и акварель, и тушь, и гравюра. На полотнах запечатлены сельские мотивы и архитектура старого Кишинева. Название выставки «Лепестковый дождь» родилось не случайно. Цветущая Молдова весной, приятные ароматы, распускающиеся бутоны нарциссов, пионов, тюльпанов, пробуждающиеся после зимы деревья вишен, черешен, акации – все это затронуло струны души художников. Мне кажется, что это очень характерно для нашей страны. Потому что лепестки у нас не только весной бывают, все лето, все время у нас цветут цветы на полях, и дома люди себе в селе делают, устраивают красивые там огороды, и все те лепестки постоянно, разных цветов. Я не имею в виду только вишню, или там априкос, или что-то другое. Вообще, я имею в виду нашу страну, цветущую на страну. Помимо разноцветных клумб, в экспозицию вошли пейзажи старого Кишинева. Это центральные части города и малоизвестные улочки, от которых веет теплом и красотой, которые пахнут чем-то родным и дорогим. Техника этих полотен разнообразна – графика, тушь, перо, гравюра на бумаге. Есть и серия работ в акварели – технике, доказывающей высокопрофессионализм художника. Дело в том, что акварель не дает права на ошибку. Если что-то пошло не так, и мастер начинает исправлять недочет гуашью или акрилом, техника уже получается смешанной. Все меняется в мире. Есть и варианты, где пользуются белым цветом. Даже в наборах акварельных продается белый цвет. Это красиво, это нормально. Но я всегда придерживаюсь такой техники, старой школы, которую я изучал. У меня в акварели нет белого цвета, как пигмент. У меня белый цвет – это бумага. То есть я оставляю бумагу, таким образом играю с бумагой, что я иду от белого цвета к темному. Сельские мотивы – еще одна часть выставки. Антонина и Виталий очень любят деревенскую жизнь такой, какая она есть. Проселочная дорога, играющие дети, домашние животные и четырехколесный транспорт, но не автомобильный, а гужевой. Сказочная страна с особым очарованием света и цвета, с живописными пейзажами, реками, лесами вдохновляет художников. Их желание, чтобы картины вызывали восхищение у каждого зрителя. Творчество сегодняшних художников, оно очень близкое и к простому народу, оно близкое и к людям искусства. Она понятная. Помимо того, что она красивая, помимо того, что она яркая и красочная, и очень эмоциональная, в ней я видела часть нашего культурного наследия, Старого Кишинева. Елена Пентелей говорит, выставка украшает национальную библиотеку, дает новый импульс ее работе и улучшает настроение посетителей. После карантина книгохранилище нуждалось именно в таких ярких мероприятиях. Поэтому и пригласили Антонину и Виталия с их лепестковым дождем. Пейзажи настолько прекрасны, что в библиотеке решили их оставить до конца года. Дабы каждый смог налюбоваться прекрасной, цветущей страной, имя которой – Молдова. Не оставляет равнодушным у нас вопрос голосовых сообщений. Вечная тема войны в комментариях. Ой, не говори. Кто-то говорит, да сколько можно. Человечество давно придумало буквы, неужели сложно написать? А как раз-таки голосом говорить гораздо быстрее, чем буквы. Зато сейчас появились же новые расшифровщики таких вот голосовых сообщений. Вот вы надиктовываете, они текстовым вариантом присылают. Удобно. Да, возвращаясь к спору. Смотри, на самом деле, сколько бывает ситуаций, когда за рулем тебе неудобно читать это сообщение. Возьми просто прослушанное и читай такое же обратно. Да. Удобно. Удобно. Но нет, сидят и спорят вот эти вот любители архаического всего. Смотри дальше, есть такой момент. Когда ты пишешь текстовое сообщение, там же эмоционального посыла никакого. Непонятно. А голос – это же интонирование, это же такой посыл, такая подача. На самом деле, еще один нюанс, если вам нравится ваш голос и голос вашего соседника, то это намного удобнее. А если голос не нравится, то тогда да. В общем, как ни крути, все для удобства пользователей. Вот теперь прибавилась еще одна социальная сеть, которая позволит отправлять голосовые сообщения. На этот раз речь идет о… Твиттере. Твиттер предлагает функцию голосовых сообщений. Больше всего такой функции на данный момент пользуются молодежь. На это и расщипано. Как все это работает, расскажем прямо сейчас. Пока функция доступна не для всех пользователей и работает только на iOS. Но ее уже активно пробуют блогеры и музыканты. В Твиттере заявили, что добавили такую возможность, поскольку какая-то информация не вмещается в нынешние ограничения в 280 символов. Кроме того, что-то можно передать только интонацией. Сейчас с голосовым сообщением отношение неоднозначное. Этой функции нет в соцсетях, она прижилась лишь в мессенджерах. Да и там голосовые сообщения довольно удобны для отправителя, но не всегда для получателя. Поэтому так популярны анекдоты и мемы на эту тему. Впрочем, есть часть аудитории, у которой такие сообщения очень популярны. Это молодежь. Возможно, Твиттер как раз на подростков и нацелился. С другой стороны, для того, чтобы сделать голосовые сообщения приемлемыми для тех, кто их искренне не любит, а также для людей с нарушениями слуха, все чаще встраивают дополнительный инструмент — автоматическую расшифровку, перевод голоса в текст. Началась эта практика довольно давно с машинного титрования на Ютюбе и распространилась шире. К примеру, и в ICQ, и в мессенджере ВКонтакте аудиосообщение можно превратить в текст одним нажатием кнопки. В Твиттере ничего подобного нет. И, как признались в соцсети, у них даже нет команды, которая занималась бы подобными технологиями, что удивительно на фоне нынешнего агрессивно-пристального отношения к политкорректности по всему миру и в Америке в особенности. В общем, на упущение Твиттера указали уже почти все техносми и соцсеть срочно собирает коллектив, который займется субтитрами к аудиосообщениям. Мир сходит с ума и, похоже, что по всем фронтам зафиксирована самая высокая температура за полярным кругом. На днях и в Верхоянске столбики термометров поднялись аж до плюс 38 градусов по Цельсию. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат», которые отмечают, что еще никогда в истории климатических наблюдений подобных температур не было. Какой кошмар. Честно говоря, мне кажется, что у нас в Молдове это не столь частое явление. А я представляю, им там, они же непривычны к этому. Да, представляешь, местные медведи там лежат у водоемов и мажутся солнцезащитным кремом. Бедолаги мучаются. Предыдущий рекорд в этой местности был зарегистрирован 25 июля 1988 года, когда температура поднялась до 37 градусов. Давайте некоторая информация про город Верхоянск, чтобы было более понятно. В нем проживает около 1300 жителей, вообще является планетарным рекордсменом. Самая низкая температура в этом населенном пункте зимой была минус 68 градусов по Цельсию. Какой кошмар. То есть представь разброс температуры летом плюс 38, зимой минус 68. Именно поэтому в Верхоянске проживают всего лишь 1300 жителей. Скорее всего. И я думаю, что с каждым годом все меньше и меньше на сотню. Ну, я имею в виду, что они разъезжаются просто оттуда. И на самом деле это рекордсмен для этой широты вообще не в мире. Дело в том, что самая низкая температура на планете была зафиксирована в Антарктиде. Там было минус 98 градусов по Цельсию. Кошмар. Но это Антарктида, а это просто за полярным кругом. Ученые объясняют такую рекордную жару в Верхоянске глобальным потеплением на планете. По их последним наблюдениям, май 2020 года был самым жарким за всю историю. И особенно это касается Арктики, где эффект глобального потепления сказывается сильнее всего. И согласно данным Европейской службы наблюдения за климатом, который называется программа Коперника, в мае средняя температура в Сибири была на 10 градусов выше нормальной. Коронавирусный всемирный карантин плавно так превратился в пластиковый. В целях предотвращения распространения коронавируса многие страны временно отказались от одноразовых упаковок, контейнеров и пакетов. Люди вновь стали пользоваться пластиком. И теперь в реках, заливах и водоемах вместе с рыбой плавают и отходы. Экологи бьют тревогу и опасаются масштабного загрязнения. Исследования экологов свидетельствуют о том, что использование пластиковых пакетов выросло это весной в полтора раза. Из них около 80% мусора составили контейнеры для доставки еды, пластиковые бутылки и одноразовые упаковки. С начала пандемии интернет-продажи выросли на 240%. В дома людей направились миллионы пакетов и пластиковых контейнеров. Результат – забитые канализационные системы. Только за март-апрель, на самом пике пандемии, лишь на одной канализационной насосной станции, было собрано на 17 тонн больше дезинфицирующих салфеток, чем в то же время год назад. Их часто смывали в туалеты раньше, но сейчас объем просто невероятный. Резко выросла потребность в пластиковых пакетах. С приходом пандемии ограничения на их использование временно сняли. Магазины не предлагают многоразовые сумки, так как они могут передавать вирус, уверены эксперты. Однако некоторые экологи с этим не согласны. Исследование Института Джонса Хопкинса показало, что дольше всего COVID-19 сохраняется именно на пластиковых поверхностях. Я не думаю, что разрешение на использование целлофановых пакетов продлится долго. В первую очередь потому, что люди относятся к потреблению более осознанно. Главный аргумент сторонников целлофановых пакетов – безопасность и возможность их вторичной переработки. Однако компании, работающие в этой сфере, в будущее смотрят неуверенно. Бизнес стал неприбыльным. Делать пластик из дешевого сырья выгоднее, чем перерабатывать. У компаний, занимающихся переработкой, есть расходы на сбор отходов, затем на сам процесс переработки, и только потом мы можем продать готовый продукт. Эта цена установлена в соответствии с ценами на нефть. Когда же стоимость нефти падает, перерабатывать отходы становится нерентабельно. Моё главное опасение даже не в том, сколько мы используем товаров сейчас, а какими будут мощности по его переработке после пандемии. Ежегодно в океан попадает 8 миллионов тонн пластика. И его производство, согласно прогнозам, может увеличиться на 40% в ближайшие 10 лет. Переработать можно лишь малую часть этих объемов. Эксперты опасаются, что на фоне продолжающейся пандемии и экономического спада защиту экологии могут вытеснить другие проблемы. Мне вот интересно, это только в школах постсоветского пространства существуют параллели в школах, вот в классах, потому что, когда, допустим, иностранец читает или слышит переписки людей о том, где они учились, вот ты где учился, в каком классе? В А? Я в А. А я в А и в Б. О, и я, и в А, и в Б. Это же просто по одной букве. Это из категории, да, вы обалдели разговаривать по одной букве. Но мы же друг друга понимаем, все люди, которые учились в классах А, Б, В, А, вот это очень трудно донести. Если помнишь, есть такая тоже знаменитая шутка, что это? Черная смородина, почему красная, зеленая еще? Попробуйте объяснить это кому-нибудь. Никак этого невозможно сделать. Да. Но! Есть вещи необъяснимые. Как-то мы слишком много начали вспоминать старые шутки. Мы не претендуем на придумывание этих шуток, ни в коем случае. Просто время от времени приятно их вспоминать. Конечно. Это как ни крути, шутки из-за этого детства. Возраста, ну, естественно, ну, конечно же, кто бы еще мог подумать, что ты скажешь, что-то другое. Все, прерываемся на рекламу, пополним запас. Дабы придумать новые шутки, действительно, прервемся на рекламу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новый Нес Кафе Голд. Для самых ценных моментов. Данный материал содержит элементы рекламы. Какая женщина не мечтает о стройной талии и о плоском животе? Какая женщина со стройной талией и плоским животом? Что, лето пришло? Ну все, а кость все еще широкая. На самом деле не успели мы похудеть к лету большинство из нас. Ну, так с подготовительного сезона-то не было практически. Весна была очень так себе. Да, такая, манажористая так себе. В общем, как ни крути, как же сделать талию, вообще свою фигуру, близкой к идеалу? Узнаем, как достичь правильного эффекта быстро и эффективно. Талия – результат общей работы над собой и качеством тела. И она не появляется сама по себе. Стоит понимать, что не для всех справедливы пресловутые 60 сантиметров. Примерные параметры идеальной талии – ваш рост минус 100 сантиметров. И все же стать лучшей версией себя – цель достижимая. Одним из самых известных и проверенных способов для создания красивой талии является гимнастический обруч или хула-хоп. Спортивный снаряд, кстати, был очень популярен в Древней Греции. Его вращение дает равномерную нагрузку на мышцы талии и спины. Упражнение достаточно легкое. Главное – не заниматься им после еды, во время беременности и в течение 3-4 месяцев после родов, рекомендуют врачи. Прогулки и другие кардиотренировки больше всего подходят для улучшения параметров вашей фигуры. Именно такие упражнения помогают сбрасывать вес. А вот силовые нагрузки могут, наоборот, увеличить вашу мышечную массу. Если вы решили качать пресс, чтобы приобрести красивые изгибы фигуры, не переусердствуйте и не повышайте вес в специальных тренажерах. Лучше всего физические упражнения совмещать с диетой. Если, несмотря на все ваши тренировки, живот по-прежнему выпирает из брюк или облегающего платья, время пересмотреть рацион. Определенного рецепта именно для области живота нет. Любой диетолог может составить вам индивидуальный режим питания, Что точно не должно входить в ваш рацион, если вы стремитесь к идеальной талии, это сахар, шоколад, выпечка и алкоголь. Тщательно следите за напитками, которые вы употребляете. В пакетированных соках, газировках, различных коктейлях содержится также очень много сахара. Переходите на частое дробное питание. Употребляйте больше клетчатки, салаты, цельнозерновой хлеб, свежие овощи и фрукты. Откажитесь от жареной пищи, простых углеводов. Замените их на еду, которая термически обработана иными способами – вареная или запеченная. Еще одним популярным способом получить осинную талию является обертывание. Сегодня СПА-салоны предлагают различные варианты этой процедуры – водорослевые, масляные, с голубой глиной, грязевые, шоколадные, медовые и так далее. Косметическая процедура помогает организму увеличить интенсивность обменных процессов подкожной клетчатки. Этот и другие процессы помогают бороться с лишними килограммами, целлюлитом и уменьшить талию. Не забывайте, что подчеркнуть линию талии можно с помощью специальной одежды. Еще несколько веков назад для этих целей девушки начали использовать корсеты. Они затягивали их так сильно, что едва могли дышать. Сейчас подвергать себя таким мукам нет необходимости. Плавные линии можно подчеркнуть с широким поясом, платьями и юбками с высокой талией. Утро – это время не только плотного завтрака, не только листания ленты новостей в интернете. Ты еще расскажи про физические упражнения с утра. Конечно, двигательная активность должна быть в нашей жизни. Во-первых, улучшается тонус организма, лимфа начинает течь, кровь лучше циркулирует. В целом кислорода больше к мозгу подступает. И вы не только в прекрасной физической форме, но еще и действительно вам хочется жить, двигаться, быть активнее. Это то, что нужно. Поэтому зарядка хотя бы 5-10 минут на полутру просто необходима. Да, а еще это прекрасный способ быть заколебанным уже к обеду. Ладно, на самом деле давайте вспомним того же Высоцкого. Руки шире, 3-4. Поэтому, чтобы жиром не заплыть, чтобы мозгом не застыть. Я стихи придумал. В общем, прямо сейчас для вас супертренер Никита Ермоленко. Двигайтесь вместе с ним. Бодрое утро. Ну что, продолжаем наш цикл. Идеальных тренировок. Сегодня у нас будет Жене на 100%. Будем получать мышцы кора и мышцы нос. И так напоминаю, работаем в следующем режиме. 20 секунд работают. Ребята, те, кто только начинает, и 40 секунд те, кто продвинутый. И по интенсивности уже следить и стать. Смотрите, первое наше упражнение. Переходим на коврик. Если мы находимся дома. И начинаем небольшую пробежку вне бусины для нас позиции. Побежали. Гоп. И немножко меняем нашу пробежку. В сторону. В сторону. В сторону. Колено как можно выше. Подкручиваем корпус. Следим за нашим дыханием. Это наше второе упражнение. И обратно переходим на наш любимый бег. Гоп. Подкручиваем таз. Поясница не висит. Работаем интенсивно. И опять переходим на колено. В сторону. В сторону. В сторону. В сторону. Это были наши первые два упражнения. И переходим на боль усложненная. Немножко добавим гимнастики уже. Красивенько сели. Бегли. И по инерции наша задача встать наверх. Помогаем себе ручками. На выдохе. Руками отталкиваемся. Встали. И. Закрутились. Встали. Встали. Закрутились. Встали. И. Закрутились. Встали. И. Для упражнения сделаем следующий момент. Сделаем небольшой прыжок наверх. И. Закрутились. Встали. Вверх. Выкрутились. Встали. Вверх. Закрутились. Встали. Вверх. Ух, это тяжелое упражнение. Перейдем на следующее упражнение. Четвертое наше упражнение. Это верпи. Вверпи груди не будем касаться пола. Работаем только с рук. Руки поставили пошире. И работаем. Сели. Встали. Выбираем сибирид, который нам удобно будет работать. Корпус не проваливает. Итак. Это упражнение нам развивается. Очень хорошо силовую выносливость. Видите, даже у меня дыхание сбилось. Ух. А только утро. Повторите таких четыре цикла. И ваш день будет насыщенный и полон. Доброе утро. Пока-пока. В немецком городе Швайнфурт пришлось эвакуировать из почтового отделения 60 работников. Причина этому была в том, что на эту почту, на это почтовое отделение, пришла посылка, в которой были дурианы. Ой, плоды дурианы, если вы помните, они жутко воняют. Просто тошнотворно. Хотя выглядит очень даже симпатично. Желтенько, так миленько и аппетитно. На помощь почтальонам приехали пожарные расчеты, полиция, медики. В общей сложности 13 автомобилей от разных подразделений. Саму посылку почтальоны открывать побоялись, так как не знали, что именно в ней находится. Ну а мало ли. Так вонять могут только части тела. Вот, именно поэтому. Долго пролежавшие на жаре. За время работы рядом с вонючими фруктами 12 работников практически отравились этим ужасным ароматом. Им стало плохо, их тошнило, они себя плохо чувствовали. А когда полицейские вскрыли пакет, обнаружили в нем 4 плода тайского дуриана. Я себе даже могу представить, что они подумали в этот момент. Чтоб ты был здоров, человек, отправивший эти плоды. Отправитель, оказывается, и получатель у этой посылки один и тот же. 50-летний местный житель, он был в гостях у своего друга в Нюрнберге. Оттуда прислал себе такую посылку, которую в итоге и получил. Получите, распишитесь. Был ли он рад такой посылке? Большой вопрос. Интересно, конечно же, чем он руководствовался, когда решил отправить всю эту почту. Хоть бы автобусом переслал, быстрее бы было, что ли. Так, чтобы весь автобус задыхался, да? Ну ладно. Обрадуют ли нас дурианы? Это, конечно, большой вопрос. И то ответ с вероятностью в 99,9% в периоде, что нет. Да-да-да. Но вот интересно, что уже нас сегодня воистину обрадует. Ответ на этот вопрос мы найдем, возможно, в астрологическом прогнозе. Овен. День дает массу возможностей показать, на что вы способны. Постарайтесь не упустить ни одной. Окружающих приятно удивят ваши таланты, о которых они прежде не догадывались. Телец. Нужно терпение. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела. Порой это раздражает не на шутку, но вы стараетесь реагировать спокойно. И именно поэтому удается избежать конфликтов и проблем в отношениях. Близнецы. Будьте внимательны. День приносит массу противоречивой информации, и всю ее нужно проверить. Не ленитесь вдаваться в детали. Изучите каждую мелочь. Рак. Благоприятный день. Полезно проявлять инициативу в делах. Она наверняка получит поддержку, в том числе со стороны очень влиятельных людей. День благоприятен для учебы, обмена опытом, посещения лекций и семинаров. Лев. Сегодня лучше не привлекать к себе лишнего внимания. На многие вопросы, которые задают окружающие, стоит отмечать уклончиво, не вдаваясь в подробности. Делиться какой-то важной информацией с малознакомыми людьми нежелательно. Дева. Непростой день с точки зрения общения. Договориться с окружающими сегодня будет труднее, чем обычно. Иногда даже близкие понимают вас неправильно, и это очень огорчает. К тому же напоминают о себе старые проблемы, к которым вы предпочли бы никогда не возвращаться. Весы. День отличных идей и смелых планов. Не всегда окружающие верят в то, что вы можете осуществить задуманное. Но особенно прислушиваться к скептикам не стоит. Пока вы уверены в себе, все складывается удачно. Так что не теряйте оптимизма. Скорпион. День подходит для общения с людьми, которые были вам дороги. Вы можете спокойно поговорить о том, что важно для всех. Помириться с теми, с кем были в ссоре. Не исключена случайная встреча с человеком, о котором вы в последнее время часто вспоминали. Стрелец. Отдыхайте. Это как раз то, что у вас сегодня получается хорошо и оказывается полезным. Нужно восстановить силы, ведь вскоре вам придется заняться чем-то важным. Лучше избегать любых излишеств, потому что ваш организм сейчас более уязвим, чем обычно. Козирог. Спокойный и приятный день. Он отлично подходит для того, чтобы неспешно завершить дела, начатые раньше. Будет возможность пообщаться с людьми, которые вам симпатичны. Весело провести время с новыми знакомыми. Водолей. День вряд ли принесет какие-то важные события. Не стоит особенно расстраиваться, если что-то идет не так. Серьезных проблем не возникнет. Мелкие неприятности вскоре останутся в прошлом. Вообще, чем спокойнее вы будете, тем лучше. Рыбы. Благоприятный день, подходящий для встреч, общения с самыми разными людьми. Легко понравиться окружающим. Кто-то может влюбиться в вас с первого взгляда. Появляются новые идеи и планы. Самый большой успех ждал ее в 1978 году, когда был выпущен альбом Love Tracks с синглом I Will Survive. Песня, ставшая в некоторой степени гимном женской эмансипации, ну и гимном сексуальных меньшинств. Да, спасибо, я пытался хоть как-то это обойти. Тут же заняла первое место в Billboard Hot Stow. А в 1980 году получила премию Грэмми как лучшая диско-композиция. Глория Гейнер. Все уже поняли, что говорим мы именно про нее. Американская певица в стиле диско. Как она дошла до славы такой, расскажем прямо сейчас. Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Кто только не перепевал эту песню. Гимн женской силы и стойкости. Простой танцевальный ритм и мутрый вдохновляющий текст. Что бы ни случилось, я выживу и найду силы жить дальше. Глория Гейнер, диско-королева, которая подарила миру эту песню, недаром получила за нее Грэмми. А ведь эта роскошная певица фактически спела о собственной судьбе. До всего этого блеска и триумфа Глория Гейнер приходилась по-настоящему бороться. Даже не за мировую славу, а просто за свое право жить и заниматься любимым делом. Бедняцкий городок Нью-Арк в Нью-Джерси по ту сторону реки. 50-е годы, живут там одни только чернокожие, расцвет расизма. Родиться в том месте, в то время, это настоящее проклятие. Но Глория была уверена, у нее счастливое детство. Да, многодетная семья, да, грязная комнатушка в муниципальном жилье, но там царили любовь и музыка. И даже когда в доме было нечего есть, по вечерам все равно устраивали танцы. Семья Глории была такой музыкальной, что ее пятеро братьев решили основать группу и петь госпелы. Но сестру в компанию они не взяли. Девчонкам в джазе не место, сказали они. А ведь Глория тоже мечтала петь. Звонкий голос и горячее сердце были ее главным богатством и сокровищем. Больше у нее за душой ничего не было. И папа, и братья мягко намекали. Профессиональный вокал – это все-таки не женское занятие. Может, лучше поучись танцевать, будешь выступать девочкой на подтанцовках. Но я хотела петь. И Глория поет. Даже устроившись после школы в универмаг продавщицей, тихонько напевает за кассой. Она не сетовала на судьбу. У нищей черной девочки не могло быть другого будущего. Только тяжелый труд за гроши. Глория не унывала еще и потому, что многим приходилось тяжелее, чем ей. Например, ее сотрудница была мамой-одиночкой. И ей не с кем было оставлять малышку во время вечерних смен. И доброе сердце Глории не выдержало. Я сказала, что могу сидеть с ее дочкой по вечерам. И даже денег не взяла. Сколько мне может заплатить мама-одиночка с такой же нищенской работой? Чтобы развеселить малышку, я распевала свои любимые песни. Иногда я слышала наверху шаги и переживала. Если я их слышу, значит и они слышат, как я пою. Вдруг они нажалуются, что я слишком громкая. Однажды вечером недаром все сказки начинаются с этого слова. Вот и для Глории тот вечер стал началом настоящей сказки. В ночной джазовый клуб ее позвал брат. Я одолжила у подруги красивое платье. Мы сели за столик перед сценой, где играла группа. И случилось невероятное. На сцену вышел владелец клуба и сказал, «Леди и джентльмены, нас почтила своим присутствием одна юная леди с потрясающим голосом. Давайте похлопаем. Вдруг она согласится для нас спеть». Глория оглядывается, ей ужасно любопытно, кто же эта счастливая юная леди. И вдруг с ужасом понимает, весь зал смотрит на нее. А хозяин клуба спускается по ступенькам и идет прямо к их столику и протягивает ей руку. Это что, розыгрыш? «Я в полном шоке вышла на сцену. Подумала, что я, наверное, просто сплю. Меня спросили, что ты хочешь спеть? Я ответила, Нэнси Уилсон, сохрани свою любовь. Боже мой, я же впервые в жизни пела на сцене. Я зажмурилась от ужаса, а потом открыла глаза и вижу, весь зал стоит и аплодирует стоя». Это был не сон, а невероятное совпадение. Те шаги сверху принадлежали владельцу клуба. Он жил в одном доме с подругой Глорией. Его так очаровал волшебный голос с нижнего этажа, что он расспросил подругу о том, кто это поет, и пару раз тихо выглядывал в окно, когда Глория уходила, чтобы рассмотреть ее лицо. И в тот вечер, случайно увидев девушку в своем клубе, он узнал ее среди сотен других лиц. «В тот же вечер он предложил мне контракт и работу в клубе, петь по вечерам в джазовой группе. У меня слезы потекли, когда я это услышала. Так не бывает». Так в один вечер Глория из «Продавщицы» стала профессиональной певицей. И пела, конечно же, не только в клубе. Появились альбомы, концерты, гастроли. И все же это было только началом пути. А вот его пиком стала песня, которую слушают и любят уже более 40 лет на всех континентах Земли. «I will survive» и «Я выживу». Как и все в жизни Глории Гейнер, эта песня вошла в ее творческую жизнь случайно. Ее предложили продюсеры, чтобы дополнить сторону «Б» на новой пластинке. Прочитав текст, Глория расплакалась. Это же о ней самой. О том, что как бы ни было больно, ты справишься, ты выстоишь. И после того, как Глория спела эту песню, про нее узнал весь мир. Восторженные отзывы, а главное, тысячи писем, в которых люди рассказывали ей, как эта песня помогла им пережить самые трудные моменты жизни. Выстоять, справиться и благодарили, благодарили, благодарили. Именно здесь, в концертном зале под названием «Соня Холл» на Бродвее, 70-летняя Глория Гейнер исполнит «I will survive» для своих нью-йоркских фанатов. И кто знает, может быть, среди молодой аудитории будут люди, которые услышат этот хит впервые. И, наверное, они тоже почувствуют магию этих слов. Свет их ее глубоким, грудным голосом. Ты, как и я, выживешь. Ты лучшая впереди. Всего доброго, всего хорошего и наилучшего желаем вам мы этим утром. Правда, правда. Пусть ваш день будет великолепным, как это желтенькое платье. Пусть ваше утро закончится так же быстро и неожиданно, как прическа Таис. Так же неожиданно, как комплимента Дмитрия Спивакова. Вот, именно поэтому. Ладно, на этом действительно обращаемся. С вами этот день начинали Таис Розумовская. Дмитрий Спивакова. Меня-то уже обозначило. И, конечно же, кофе на скафе «Гол». Все, до завтра. Хорошего дня в продолжении. До встречи. Пока. Данный материал содержит элементы рекламы. Одежда ведущей предоставлена магазином «Орсей». Генеральный спонсор передачи «Нес Кафе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова